Юхууу, всем привет, с вами Иноф, а с вами игра Некробаариста. Кстати, если честно, я не знаю про что. Я просто言ал, что это аниме, и думаю, почему будем попробовать. Ну, давайте попробуем. Чтоб она из себя, по крайней мере, представляет. Зайдет, зайдет, будем играть или не будем, пойдет она в рубрику, давай попробуем или нет, и так далее. У меня много че-то какие игры попадают в рубрику, давай попробуем. Некоторые даже там есть хорошие, но я не продолжаю их играть, но не почему. это даже довольно странно давай иди уже куда-нибудь вы бы поставишь типа она отсюда сюда идет неужели так долго самое непонятное зависли или нет им вспомнился друг он могиле сырой лежал в чистом поле за серой гряды грядой они подняли очки и с грустью сказали короче на щелкать чтобы понимать что идет дальше поменяем же помянем же того кого с нами нет инри лоусом здесь внизу так чертовски сыра я понимаю я понимаю что мы в подвале но может есть здесь окно или что-то еще чтобы немного прометрить да у нас есть вентиляция которая ведет куда-то наружу мэдди ты можешь открыть ее чтобы подышать немножко свежим воздухом по-моему там наверху стоит мусорный контейнер или что-то типа того кроме того я занята просто улыбнись и потерпи разве мы можем покончить с этим побыстрее вы же делали это раньше старик ты же знаешь на подготовку нужно время расслабься мне не нравится твой тон как насчет зажечь еще немножко цвета тут разброс настолько хлама я бы хотел понимать куда ставить ноги эшли включишь спасибо ты типа такая казуалка или что это чего смотрю ты подготовилась лучше чем прошлый раз практика творит чудеса и мэдди сколько еще прорывы проводов нам нужно думаю это достаточно отлично сейчас шей что случилось милая я нашла тебе стул спасибо интересно и так все это не совсем законно да мэдди не вдавалась подробности да совет бы счел это серьезным нарушением полгая на то есть причина потому что это против законов мироздания приятель это не просто бюрократия спокойствие в конце концов большинство правил можно нарушить а мэдди особенно увлекается нарушением правил и это трудно не заметить и не надо только ее только ей все приписывать это связано с ее играми на время так передача это был тот же тип магии что мы практически практикуем сейчас но в меньших масштабах больший масштаб требует больше подготовки совет успешно скрыл всю возможную информацию об этом не зря что будет если это пойдет не так но что-то из этого ну вы не склонны ложать больше одного раза или это не вопрос но вы не склонны ложать больше этого раза и просто не понимаю кто говорит если говорит он либо старик вот или попытайтесь еще раз если провалитесь текущих вещах упрямые ученые не могут устоять перед искушением тогда как тогда как ты назовешь такой тип магии вопрос бессмысленный об этом запрещено говорить крытой я называю эту магию крутой технически это просто ритуал но глядя поверх всех этих фокусов и причудливых имен вы можете просто называть это некромантия так учебу происходить я буду вообще играть или просто буду читать но если ладно давайте козолочку попробуем принципе мне графончик нравится не знаю как тебе а мне нравится из ваших туманных воспоминаний определенное слово взывает к вам некромантия вы отчаянно пытайтесь вспомнить что оно значит некромантия смерть это было стремно этот фрагмент памяти остается с вами собирайте воедино прошлое вспоминайте что произошло и никогда не забывайте ты что я засеянная практика очарование блендеры чё это еще было хахахахах нн окей а дальше что ну ну Скип-пауза, продолжить ВСД идти То есть можно бежать Правила терминального дома Так, терминальный дом Мы приветствуем как живых, так и мертвых Посетители будут обслужены Что это? Правила Мэдди Мы приветствуем как живых, так и мертвых Посетители будут обслужены в том порядке, в котором они прибыли Второе Не спрашивайте, кто жив Если кто-то хочет, чтобы вы знали, они скажут вам Мертвые имеют 24 часа Строгое соблюдение 24 часа и 5 минут Это не 24 часа Нет, у нас пока нет Wi-Fi Да, сотовой связи здесь тоже нет Эфир и радиосигналы несовместимы О сломленных предметах и прочих проблемах сообщите персоналу Мы не можем убрать разбитое вами стекло или пространственный разлом, если мы не знаем об этом Не кормите призраков Они не могут есть предлагать им еду Предлагая им еду, вы просто напоминаете им об этом жестоком факте Продолжить? Ну да И такого черта творится, я пока не понимаю Часть первая А ништяк То есть оно тут что-то баристит Терминал Карлтон Виктория Австралия, 3053 год Фигаси Выдержка из интернет-обзоров Ничем не примечательное кафе Барист говорит по-китайски, что использует его исключительно для того, чтобы Издеваться над людьми Сейчас я очень стесняюсь своего цилиндра Заметил маленькую девочку, бегущую по кафе с ножом без присмотра Ушла с глубоким чувством скуки после посещения Было грубо сказано, не будь занудой после жалобы на жженный вкус кофе Этот кофе один из лучших, что я когда-либо пробовал Пять звезд Следует понимать, как у меня нет вкусовых рецептов Дверь закрывается Мэдди вздохнула и начала протирать стока Это необычная казуалочка, если так подумать Она взглянула на человека, который только что вошел Но он, кажется, не спешил подходить к стойке Эй, приятель, ты в порядке? А? Ты... ты можешь меня видеть? Да! И весьма четко! Закажи что-нибудь! Ээээ... я... ээээ... я здесь брожу уже несколько часов Никто не слышит меня, я не знаю, как оказался здесь И думаю... И думаю... И думаю, ты пришел в себя перед входом А, подожди, подожди, подожди И думаю, ты пришел в себя перед входной дверью? Он нервно усмехнулся и глубоко вздохнул Типа того Ммм... и где это я? В кофейне Это дорогой покойник и есть терминал Лучше в Карлтоне Покойник? Они говорят, что за наши кофе стоит умереть Ага... в общем, казуалка Итак... Ох... Я действительно не знаю, как следует начать Можешь спрашивать меня о чем угодно Ты вовсе не первый потерянный и сбитый с толку мертвый парень Который сюда заходит Ммм... А что обычно спрашивают? Ну, обычно начинают с этого вопроса Блин И так... И так все говорят потом Затем наступает неловкое молчание Хорошо, хорошо Я понял Ты всегда так любезна с каждым, кто приходит сюда? Или только с такими жалкими, как я? Только с самыми жалкими, кстати, тут есть сохранение Науцарь сохранение и загрузку выхода Я так и думал Всегда чувствовал, что люди видят во мне жалкого парня Нет Я просто шучу Нет, уверяю тебя, ты права Я никчемный, жалкий неудачник Я даже не знаю, как я умер Но я держу пари, что это было жалко и бессмысленно Так же, как и все остальное во мне У меня... У меня никогда не было шанса изменить что-то к лучшему Я застрял... Вот так... Не говори так А теперь я сижу в кафе для мертвых людей Разваливаясь на глазах у Бориса Возьми себя в руки, дружище Он моргнул И постепенно начал вспыхать Блин, тут какой бы они сделали Не знаю там Ну типа звездочка, что это просто действие Никаких нервных срывов в кафе, пожалуйста Поверяю тебе Ты в порядке Я знаю, каково это Ты... ты тоже? Нет Но я встречала сотни таких же людей, как ты На самом деле... Нет На самом деле я немного неаккуратный Даже с этим не могу справиться Кишан У тебя есть всего 24 часа здесь А затем тебе придется отправиться дальше И не думаю, что стоит тратить это время На один большой длительный приступ панической атаки 24 часа? Блин Я хочу сказать, что все в порядке Просто сделай несколько глубоких вздохов И мы разберемся с этим Извини Извини, извини Я не хотел тебе мешать Не то, чтобы я была чем-то занята Не беспокойся об этом Уверена? Я как абуза Ты? Нет Вы же голову, приятель Давай я расскажу тебе об этом месте Здесь очень круто Итак Я впервые забрел сюда около 4 лет назад Именно столько времени у тебя есть прежде чем ты должен будешь двигаться дальше 24 часа 24 часа, чтобы выяснить, кто убил тебя Наверное, это мог быть неплохой детективный фильм, да? Типа гонка со временем Типа того Но какой смысл, если в конце все равно придется двигаться дальше? Это как бы лишает смысла Даже не знаю, будет ли тебе до этого дело, когда ты окажешься в следующем месте Я не знаю Может быть, я мыслю слишком негативно Поэтому вечно такая зануда Похоже, это давит на тебя Честно говоря, я все еще думаю обо всем этом Да, блин Дааааа Спешил Действительно Было бы обидно узнать, что ты просто тихо умер во сне или что-то в это вроде Ага Не так много людей умирает от того, что их убили Обычно из-за болезни Или старости Или несчастного случая с газонокосилкой Ну, они называют их несчастными случаями Но правда в том, что большинство газонокосилок одержимы злыми духами Другими словами Погоди, погоди, погоди Секундочку И ты говоришь об этом так просто? Одержимы злыми духами? Серьезно? Все, что имеет вращающееся лезвие Привлекает их Садовое оборудование Подмельчители мусора Блендеры Они прям заноза в заднике Нужно изгонять злых духов из блендера хотя бы раз в месяц Чего? Это же безумие Э? Так Не знаю Странно ли спрашивать, но Все здесь Все здесь Мертвы? Ого Ты сказал, что это кафе для мертвых людей То есть Все здесь мертвы? Или в этом кафе Для призраков есть и живые люди? А, или в этом кафе для призраков есть и живые люди? Не всегда понятна интонация Какая-то она хитро на нее посмотрела Все несколько сложнее Не все здесь мертвы Но так как это одна из немногих основок между миром живых и мертвых К нам попадает много таких, как ты И именно поэтому плата так высока Потому что вампиры, которые владеют этим местом, знают, что у нас большой поток гостей Настоящие вампиры? Нет Просто стариканы с кучей бабла А? Я так и подумал Итак, отвечаю на твой вопрос Здесь сейчас 9 клиентов Из этих 9, включая тебя Я бы сказал, что 4 или 5 просто зашли по пути на тот свет А ты откуда знаешь? После того, как ты проработаешь здесь какое-то время У тебя появляется своего рода шестое чувство на такие вещи Понял Кстати, о шестом чувстве У меня есть еще одно На беду У тебя есть 2 шестых чувства? А то А она откуда взялась? Привет Эшли Эшли была молодой девушкой Приютившей Мэдди и Шея пару лет назад Почти так же, как щенок, подобравший игрушку С пищалкой Она была невероятно умна и многообещающе гениальна Но все же оставалась ребенком Сегодня от нее сильно пахло машинным маслом А вся правая рука была в нем Мэдди знала, что позже ей придется отирать это масло И на лице Эшли было написано Я непобедимый гений Поэтому она была почти права И Мэдди ненавидела это Так я и знала Этот взгляд Я его знаю Выкладывай Что? Ты о чем? Ты мне зубы не заговаривай Что тебе нужно на этот раз? Я занята с гостем Не обращайте на меня внимания Я занята С ГОСТЕМ Мне нужно, чтобы кто-то придержал пазы Пока я кое-что вкручиваю Разве я тебе не оставила хомуты? Мы же покупаем тебе несколько на твой день рождения в прошлом месяце Покупали, в смысле Все они используются для других важнейших дел Город, которых не было Я почти уверена, что видела один наверху минут десять назад Мне нужен помощник Эшли Я занята Пожалуй Эй, возможно, я бы мог бы Пусть Я мог бы Эшли Ты не должна мешать мне работать Мы ничего не добьемся Если будем бегать наверх Чтобы держать отверт И спасать от тебя Ножи для стейка А, ножи для стейка. Для стейка. Чтобы держать отвертки и спасать от тебя... А спасаться от тебя... Подождите, не понял. Так, чтобы держать отвертки и спасать от тебя ножи для стейка. А, вот так. Перед надутыми губками, видишь, сложно устоять. Я не могу ниже быстрее. Но со временем Мэдди стала невосприимчива к этой уловке. Эй. Облом. Ах. Как насчет шея? Он может мне помочь. Эээ. Он на кухне разгружает посудомоечную машину. Ааа. Ты знаешь. Ту посудомоечную машину, которую ты должна была разгрузить еще час назад. Ой. Ээ. На самом деле, я был бы счастлив. Эээ. Почему бы мне не забрать этого парня? Ему все равно нечего делать. Он мертв. Эээ. Давай. Эшли. У меня нет сил спорить с тобой. Я верю, что он хочет отдохнуть. Смертью выматывает. Кроме того, что с твоими манерами. Боже, мы же уже говорили об этом. Ты должна быть более уважительна гостям. Пожалуйста. Я с удовольствием поднимусь наверх. Правда, все в порядке. Мне все равно нечем заняться. И я очень мертвый. Но я смирился с этим. Это я. Акишан. Очень мертвый парень. Ты уверен? Я могу просто отправить ее обратно наверх. Уверен. Уверен, все в порядке. Иначе я бы просто сидел тут и занудствовал. Идеально. Ко мне, работничек. Нам предстоит кое-что сделать. Ха. Клубне души Мэдди знала, что не уделяет Эшли достаточно внимания. И это заставляло ее вести себя импульсивно. Она чувствовала себя чертовски виноватой. Но в то же время она понимала, что не может решить данную проблему в ближайшее время. Ради них обеих она должна была работать над тем, чтобы сохранить кафе на плаву. Даже если это будет значить, что Эшли придется какое-то время разбираться со всем самостоятельно. И она знала, что была черствой. Ее внутренний голос прекрасно справлялся с задачей, нашептывая ей жесткие вещи в момент затишья. Но даже тогда она должна была действовать. Действительно задаваться вопросом. Не было ли это... Знаешь, я думаю, нам нужно больше растений. Черт возьми, шеи! Не подкрадутся ко мне так? Старый ублюдок. О чем задумалась Мэдди? Эх, я задревала. Я выглядела так, будто думая о чем-то важном? Вполне. Ничего особенного. Просто мое обычное задумчивое лицо. Неа. На этот раз все иначе. То есть, сейчас твое выражение лица напоминает мне тот случай, когда ты бросила вызов этому самураю-косплееру на кулачный бой. А, ты имеешь в виду того, который ворвался, разбахивая своей катаной из магазинов подарков и требовал возмездия после того, как я сказал ему, что не сделаю кофе с крепостью в 15 чашек? То странное выражение лица. На что оно похоже? Естественная реакция человека, которому только что угрожали тысячелетние японские стали. Тебе не нужно воспроизводить его. Моя память достаточно хороша, чтобы я мог его четко представить. Какое-то глубокое отвращение, смешанное с оттенком жалости и просто насмешкой. Эм, это я. Что за настрой? Ты в порядке? Ответь честно. Я в порядке. Это я на самом деле в порядке? Или у меня проблема с осмыслением или выражением своих чувств и хотелось бы, чтобы разговор двигался в другом направлении? Последнее. Понял. Если ты хочешь выговориться, предложение еще в силе. А пока... Извини. Могу я взять этот полотен... Эта полотенчика? У меня мокрые руки. А, да, держи. Так. Ты просто мыл посуду руками или... Я могу поклясться, что говорила Эшли. Выгрузить посудомоечную машину. Нет, она сломана. Защелка в двери сломалась. Так что нам придется позвать кого-нибудь, чтобы починить ее. В любом случае, я не хочу заставлять Эшли мыть посуду вручно. У нее может заржаветь рука. Так что я сам поймал. Без проблем. Тогда понятно. Так что в любом случае, нам придется заказать ремонт. Если только ты не хочешь доверить это Эшли. Я бы и сам позвонил, но... Наш телефон перестал работать на прошлом деле. У нас есть городской телефон. У нас есть городской телефон? Да. Древняя технология. Можно передавать звук через физический кабель. Изысканный инструмент для более цивилизованной эпохи. Однако работает только если вы оплачиваете телефон за счет. Я не знаю, что будет дешевле отремонтировать посудомоечную. Или просто купить новую. А это вот от Эшли на замчасти. Затраты сопоставимы, учитывая обстоятельства. Эх. Эй. Не напрягайся. Переживания сведут тебя в могилу раньше срока. Это ты 50 лет копал ямы? Как ты мог говорить мне о том, что я раньше времени выкапывал себе могилу, старик? Оху. Старик. Я хочу, чтобы ты знала, что... Мне едва исполнилось... 170 лет. Типа того. Где же тут ложь? Это была середина эпохи золотой лихорадки. Все люди и даже их собаки были заняты рисьем ям. Единственное, что меня отличало от других, это то, что в конце концов я начал выкапывать вещи куда более интересным, чем золото. Ха-ха-ха, ну ты ведь не откопал ни одного мобильного телефона. Мог бы получить преимущество, научившись работать с ними. Эй, так, а... Я понимаю, что у тебя стресс и все такое, но я думаю, что нам нужно в ближайшее время оформить заказ на кухонная принадлежность. Тьфу. Я знаю, знаю. Это еще одна вещь, требующая денег. Но у нас начинают заканчиваться столовые приборы. Они продолжают куда-то исчезать. Так что я не знаю, как долго мы сможем протянуть, если не заказывать... Что не заказывать? Тьфу ты. Я не знаю, может ли мы позволить себе это в этом месяце. Просто ты знаешь, сейчас все слишком дорого. Еще и кофейные картели продолжают повышать цены. Я не думаю, что два импортера, оставляющих на окраины, являются частью картеля. Они выглядят хорошими. Ты хоть раз говорил с ними? Судя по их ценам, они явно преступники. Это ОПТ. Твою ж мать. И мы продолжаем покупать у них? Ну да. Зерна-то хорошие. Помимо качества зерен, все остальное меня напрягает. А-а-а. Ну да. В этом есть доля моей вины. Все в порядке. Не начинай. Я знаю, что дело во мне. Ты просто должна понять, как все это оплатить. Все? И всех? Долг времени перед Советом Смерти – это последнее, о чем я хочу сейчас думать. Я практически не сплю из-за этого. Эй, я здесь, чтобы помочь. Я беспокоюсь за тебя, понимаешь? За очень короткий промежуток времени на тебя свалилась большая ответственность. И я не могу чувствовать себя немного виноватым за это. Я знаю. Да. Я знаю. И ты... Я не могу доблагодарить тебя в полной мере. Все в порядке. Держи себя в руках. Мы разберемся с этим, как всегда. Я просто не хочу этим заниматься. Понимаешь? Я понимаю. И я не хочу, чтобы ты чувствовал, что я слишком навязываю сил и вмешиваюсь. Я знаю, что это кофе теперь твое. И даже если сейчас слишком много всего навалилось, я знаю, что ты уже говорил о этом мнении. Но я не знаю, сколько у нас времени, чтобы разобраться совсем прежде, чем мы начнем разваливаться. Все и так уже разваливается на части. В любом случае, в какой-то момент тебе придется столкнуться с реальностью. А боже, я знаю! Мне не нужны еще и напоминания от тебя. Отвали! Совет не выходит из моей головы. Я здесь даже делаю все возможное. Все, что в моих силах, ясно? То, что ты мой лучший друг, мой старый босс и мой наставник, не значит, что ты можешь поучать меня, как мне решать свои проблемы. Потому что это мои проблемы сейчас. Не твои. Ладно. Ладно, без проблем. Я оставлю тебя в покое. Пойду проверю, как там вышли. Давно ее видела. Она наверху. Ты тащил туда гостя, которая говорила о зажимах или о чем-то в этом роде. Да, мне точно следует их проверить. Скоро вернусь. Что-то вообще происходит непонятное. Черт возьми, он прав. Нам нужно больше растений здесь. Не так ли? Так, что... Кто это говорит? Не знаю. Так что мы привяжем большой старый нож для стейков и заставим их драться друг с другом. Мне нравится. Это будет супер. Я хочу просто что-то, что попадет на это шоу королевского... королевская робобитва с огнеметами. Хм... Ты же не направишь его на этого маленького парня, да? Огнемет? Наверное, нет. Но я хочу, чтобы ты записал бой на мой телефон, чтобы мы могли отправиться... отправить его в продюсером. Да, конечно. Давай, прикрепим этот нож. Хе-хе-хе-хе. Передо мне эти шоу-шоу-хомуты. Хомуты? И нож. Нож? И мой кофе. Уверена? Да вообще тебе его дал. Кофе! Черт возьми. Пустой. Моя чашка пустая. Кишан. Мир уходит из-под ног. Может быть, это и хорошо, что это твоя чашка пустая, да? Я думаю, что экспрессор в моей чашке должен переливаться через край. Я просто... Сколько чашек ты выпила? Слишком много, Кишан. Но разве это... Но разве кто-нибудь спрашивает? Спрашивал Икар, сколько он выпил экспрессор. Да, я читал книги о Викаре. Он полетел к солнцу. Я образованный человек. Из-за лишней информации у меня болит голова. Я думаю, что ты могла бы почитать немного больше о Викаре. То есть... Там есть неожиданный финал. У меня нож Кишан. Никаких спойлеров! А-а-а! Никаких спойлеров! Обещаю! Хорошо, я просто скажу привет. Может, она на этот раз не бросит меня нож? Кто знает. Привет, дети! А-а-а! Чужак! Повезло ему. Кишан! Приятель! Дружище! Я попала? Нет. Это... Ты промазала. Проклятие. Но... Погоди. Ты бросил это специально? Исключительно специально, да. И я в порядке, кстати. О, мне и правда рука железа. А, это всего лишь ты. Было бы хуже, если бы это был кто-то еще. Наверное. Если только этот кто-то не был бы настоящим шпионом. Прошедшим. Пришедшим украсть моих роботов. Тогда это было бы хорошо. Я чувствую, что распадаюсь на куски. О, нет. Она... Как? Что с ней? Она проснется минут через 15. Без каких-либо последствий. Но тебе, наверное, не стоит давать ей больше кофе. Она превратится в настоящего гоблина. О, мне она сказала, что это сделает ее безмерно сильной. И она соврала. Ну, ты знаешь. Великая сила, великая ответственность, бла-бла-бла-бла. Ей 30. У малышки уже достаточно энергии. Но не достает чувства ответственности. Да, я даже не знаю, как я оказался здесь прикрепленными... А, здесь прикрепляющим ножи к роботам. Она очень убедительная. Кому ты это рассказываешь, приятел? Она живет же здесь. Ее родители убили бы... А, ее родители убили бы меня, если бы узнали, что она чуть не убила меня. Довольно хороший выборосок, хоть и не слепую. Она заставляет меня гордиться страннейшим образом. Ха, она училась у лучших? Фа, да, но лучший определенно был не я. Мэдди довольно опасна с ножами. Люблю ее эффектные трюки. Плохая привычка, наверное. В любом случае, мне жаль. Я веду себя неприемлемо. Меня зовут Шейн. Раньше это место принадлежало мне. Теперь я просто сижу и причиняю неприятности, а иногда в меня бросают ножи. Я Кишан. И я умер сегодня. Хм, что-то необычное, знаете. Ха-ха, танцы роботов. Ах, я жив, я жив. Ух, какой громкий голос. Ай, будь добрее. Ты знаешь, страшно просыпаться. Яркий свет приближается ко мне. Я думаю, что он переживает свои последние минуты. похоже на то. Что происходит? Привет. Я не понимаю, откуда столько конечностей? ступай в клуб, приятель. Мы возрождаем, возрождаемся в новом образе. А, ясно. Я Кеппер, приятно познакомиться. Я Кеппер. А я, я, я Коби. Я, неопределенно. Не знаю, нормально ли это имя. Его тело сделано из коробки с молоком. Должны ли вы просто назвать его молоком? Нет, слишком просто. Представь, что ты называл меня Гум. Только потому, что я сделал из коробки для Гум. Мне бы это совсем не понравилось. На днях, Хэшли кричала о каком-то по имени Левлейс. Я думаю, это хорошее имя. Как наш новый друг относится к этому? Приемлемо. Отлично. Приятно познакомиться, Левлейс. Че ты че был? Я не понимаю. Из ваших туманных воспоминаний определенные слова взывают к вам. Эти слова могут быть ключом к разгадке тайн того, что произошло в этом месте. Да ладно! Мне теперь надо искать слова, которые я ищил. Ну и карбы. Шпион. Апана. А че, блин, я не запоминал, я не думал, что это так важно. Я не знаю, пусть будет так. Я честно, я не запоминал. я не запоминал. Жесть. Как они мелькают в вашем здании, вы сосредоточились на нескольких них и пытайтесь вспомнить, что они означают. Знания. Потеряны. Кишан. Средственность. Мэдди. Йенни. Эшли. Столовые приборы. Еда. Гоблин. Эшли. Шпион. Гости. Возможно, со временем вы сможете уцепиться за большее количество фрагментов, которые мелькают в вашей голове. Какие фрагменты вы предпочитаете взять с собой? Что именно ценно для вас? А, понятно. то есть от того, что я еще запомню, жесть, я еще и концовка будет какая-то. Объездивались. Решение суда. Где реторт, обзор продуктов. А, я еще могу походу улучшать, что ли? Понятно. Интересно. Что-то необычное, но выйти я не могу. Давайте на этом сохранимся и попробуем разобраться во все. как сохранить. Сохранить. Нет. А, как сохранить? Нет. Ну, я не могу сохранить. Ну, как, если я просто вернусь. Хм, неожиданно. Ща разберемся. Просто неужели мне по главам надо будет играть и он не сохраняет никак? То есть он продолжит оттуда, куда я закончил, да? Все равно не понимаю, как сохранять. Допустим, если мне на середине надо сохранить. Надо посмотреть обзор на игру и решить, буду ли я проходить или нет. Потому что с одной стороны, это прикольно, книжечка и такая рисовка полустремно напоминает мне этого Берсерка последний сезон. И, кстати, надо посмотреть, может новый вышел. Хотя, если честно, когда была анимация Берсерка, было лучше. И что я здесь уберу? Что за журналы? Рейтинг роботов королевских робот был убит. Решение суда 6 идил в углу кафе. Некоторые воспоминания уходят от вас. Отлично. А-а-а! Стапаем. Так. Сейчас я должен найти того, кто сюда подойдет и добавить его. Как необычно. И вот этот мир непонятно Когда я это сделаю, он что-то мне откроет Ведь так? Гость, еда и этот Ха! Интересно Ну ладно, я не знаю, пока давайте оставим Продолжим в следующей серии Что из этого выйдет, я не знаю А пока, всем хорошим настроением Всего до следующей серии, всем пока!